евразийская группа это одна из достаточно больших крупных достаточно широко и наши основные активы это энергетика феросплавы железная руда, глиноземный алюминий, транспорт ну и все остальное включая медь, коголь и активы здесь несколько слайдов хочу отметить, что группа не стоит на месте и в 2013 году была запущена большая программа по трансформации и здесь как бы показано, что мы достигли у нас была достаточно сильно укреплена управленческая команда для того, чтобы управлять всеми нашими процессами перемещен центр театр управления бизнес-процессами как можно ближе к центру создания стоимости чтобы мы были более активны и более быстры ну и естественно мы постоянно работаем над теми вызовами которые перед нами ставят жизнь это прежде всего себестоимость для того, чтобы мы были уверены себя чувствуя на рынок и конкурировать с нашими коллегами по бизнесу конкурентами по бизнесу ну здесь кратко показана карта, что где находится в Казахстане я думаю, в принципе, все это знают короткие результаты так просто для того, чтобы в цифрах было понятно что же мы, собственно, делаем и сейчас я передаю слово Александру для того, чтобы он рассказал в своей части презентацию о управлении инновацией Добрый день! Вторая часть будет сначала немного теоретической но надеюсь, что вы тоже там найдете некоторые практические примеры или советы для того, чтобы вы могли в своих компаниях наладить или улучшить деятельность по инновациям перейдем непосредственно к презентации как я сказал, в начале будет несколько общих слайдов презентация про инновации что же такое инновация есть несколько десяток определений которые мы нашли в разных источниках начиная от достаточно простых определений и все-таки мы склонны придерживаться такого которое здесь выделено жирным шрифтом в рамочке это определение, которое дается руководству ОСЛА руководству ОСЛА это достаточно основополагающий документ для тех, кто занимается инновациями садирует очень много определений, терминов, подходов и можно сказать, это сборник таких лучших практик но с такого достаточно теоретического уклона и так я его зачитаю это введение нового или улучшенного процесса товара, услуги, нового метода маркетинга и нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест внешних связей тут для нас во всех остальных определениях тоже очень важно, что здесь все эти определения вокруг, наверное, трех компонентов во-первых, это нечто новое, во-вторых, это технология в-третьих, это рынок всегда эти три вещи должны соседствовать друг с другом мы не можем действовать в открытии одно от другого рекомендую всем, кто не знаком с ОСЛА скачать этот документ или запросить потом у меня и могу высвать он содержит много интересного, вы сможете внедрить его в компанию по классификации инноваций здесь опять же немного теоретический слайд мы можем поделить, во-первых, внизу это по типам улучшений надеюсь, всем видно по типам улучшений, которые дают инновации для компаний в основании, четыре основных типа можно выделить продуктовые, процессные, маркинговые, организационные здесь указаны основные примеры опять же хочу сказать, что некоторые считают или планируют призывать только один тип инноваций все четыре вида инноваций существуют все четыре имеют право на существование и призываю опять же не забывать ни про один из этих типов вверху, на верхней части слайдах по степени воздействия вот такая небольшая матрица технология, рынок вот опять же, как я сказал, два основных элемента не нужно думать об обоих одновременно радикальные инновации и технология новая, и рынок для нас новый это наиболее прорывные инновации которые впервые будут что-то новое, существенно новое и с технологической точки зрения, и рынок новый рыночные и подрывные, технологические они стоят здесь по углам но есть инкрементальные инновации когда мы небольшими шажками, небольшими изменениями пытаемся улучшить что-то постепенно многие с этого начинают, но опять же призываю не ограничен это только первый шаг по типу инноваций мы выделяем ну и вообще выделяются внутренние или закрытые инновации и открытые инновации здесь на слайде, соответственно, две таких колонки которые показывают, соответственно, внутренние и внешние внутренние, это когда проекты или идеи поступают в воронку и рассматриваются только фактически изнутри организации здесь выделена воронка проектов открытые инновации, к которым мы призываем переходить и сами планируем переходить и вообще это такой тренд можно сказать уже не только последних лет а на западе последних десятилетий может быть это воронка открытая то есть если вы видите здесь такая граница такая достаточно жесткая то вот здесь она пунктирная при открытых инновациях и мы говорим о том, что на всех стадиях мы готовы принимать проекты снаружи проекты из каких-то внешних источников мы понимаем, что у нас внутри организации не все лучшие специалисты есть, что они есть где-то в других местах мы готовы делать авантпосты или формировать внешнюю сеть экспертов для того, чтобы они помогали нам развивать это мы можем передавать им определенные проекты для того, чтобы они изучали их и были нашими внешними экспертами мы понимаем, что мы будем двигаться быстрее здесь есть определенная, на самом деле, смена определенной парадигмы потому что очень многие считают, что ну вот то, что есть у нас внутри это наше конкурентное преимущество это наше ноу-хау мы не готовы этим делиться сейчас нададим конкурентам или показываем, что есть у нас но как показывают практик, прецеденты это путь, который просто более медленный если вы хотите двигаться быстро то открытые инновации это неизбежно и необходимо как измерить уровень инноваций уровень зрелости инноваций в компании вот здесь есть вопросник из 50 вопросов к сожалению, мелко, не видно кому будет интересно, опять же обращайтесь ко мне, я могу услышать подробнее пример привести да, есть ссылка внизу значит, вопросник содержит такой, дает возможность очень быстро самостоятельного аудита зрелости инноваций в вашей компании и по ответам на эти вопросы вы сможете сами для себя в течение буквально 10-15 минут разложить или отнести вашу компанию к одному из таких 5 уровней базовый уровень когда процесс только начинается структурный уровень когда у вас уже есть внутри некоторые структурные единицы они работают скоординированные когда возникает координация стратегии четвертый уровень продвинутый когда возникает сильная поддержка со стороны топ-менеджмента внутренняя культура организации уже поддерживает инновации и, значит, пятый уровень это такой топ-класс когда вашу компанию уже можно назвать уровнем лучших практик но, опять же, хочу сказать что мы вот где-то находимся, наверное, вот в этой части лучшие иностранные компании находятся там между четвертой и пятой категории постепенно мы, конечно, планируем продвигаться дальше следующий слайд это такая план схема схема действий корпоративного для инноватора до этого мы говорили о том как измерить уровень перевозки теперь можно сказать как его повысить опять же, может быть чуть-чуть мелко если кому-то будет потом это интересно обращайтесь могу подробнее это все показать план действий что нужно делать для того, чтобы улучшить уровень инноваций в своей компании хотите развивать я пройду просто одну какую-то версию чтобы примерно было понятно что здесь вообще находится хотите развивать корпоративные инновации кто хочет топ-менеджмент или владельцы или сотрудники опять же, это идет сверху вниз или снизу это две большие разъемки если, например, хотят сотрудники без должного внимания топ-менеджмента попадаем в эту ветвь то есть есть ли запрос сверху значит владельцы и топ-менеджменты не хотят но запрос есть дальше если запроса нет ну такая достаточно проблемная ситуация но с ней тоже можно работать если запрос есть значит попадаем опять же либо в категорию аудит если мы не понимаем где сейчас находимся и понимаем то попадаем в категорию что делать дальше можем выбирать опять же на открытом рынке или внутренней инновации и в конце значит тут такой план действий например ну провести какой-то инновационный тур или разработать инновационную стратегию или провести открытое обучение очень полезная схема ну она требует времени к сожалению время ограничено поэтому не смогу детально на этом установиться потому что оно достаточно быстро тоже можно будет в своей компании понять какие быстрые шаги нужно сделать но не все так радужно к сожалению бывают проблемы вот здесь результаты опроса которые делала консалтная компания McKinsey по основным факторам успеха инноваций вернее так сказать не успеха что же мешало на первом месте и достаточно большим отрывом стоит несоответствующая корпоративная культура и мотивация вот это очень важный фактор к сожалению если внутри нет понимания или нет культуры придется преодолевать ну не то чтобы преодолевать придется перестраивать такие гильки которые будут привязаны к вашим ножам и придется нести эти гильки и так сказать работать вместе с ними есть еще несколько таких причин которые могут препятствовать плохое понимание тенденций опять же призываю следить за тем что происходит в отрасли дефицит ресурсов или специалистов есть такая проблема открытая на вас как раз таки могут позволять это решать организационная модель организационная модель как я сказал раньше направляется на такой стадии когда у нас возникает структура но если у вас только базовый начальный уровень то иногда бывает что инновацией начинают заниматься либо IT подразделения либо подразделения стратегии на мой взгляд это все таки ну не всегда то что нужно ну и здесь также перечислены некоторые основные факторы вообще очень много факторов при нужном быть готовым к тому что к сожалению эта деятельность не всегда идет по маску так как искать проекты такой общего плана слайд есть у нас возможность искать их через внешние источники и через внутренние источники здесь они вкратце перечислены этот слайд пропустим более интересный слайд это кривая Гартнера опять же призываю кто не знает познакомиться с этой кривой достаточно известная кривая она обновляется и раз в несколько месяцев и она показывает основные основные технологии которые обложены на этой кривой они их периодически обновляют сначала ну опять что здесь отложено по всем время и ожидания технологии в начале у нас есть некоторый рост когда появляются совершенно новые технологии они не так много времени прошло от момента их появления и пока невысокие ожидания есть зона которую я называю зона краткосрочных инвестиций это зона когда сюда могут вкладывать фонды в надежде на быстрый рост есть зона пика или завышенных ожиданий совсем недавно здесь находился блокчейн который постепенно перемещается в правую категорию зона крупного бизнеса здесь у нас проходит еще больше времени но ожидания уже падают многие поняли что к сожалению технология не дает результата или хайп был слишком высоким постепенно доходит до минимума и потом начинается такой плато или зона роста когда собственно говоря ушла уже вся шелуха или из налета и у нас начинается более плавный рост этот график обновляется раз в несколько месяцев можно следить по нему за тем что происходит и какие появляются технологии какие исчезают очень часто отсюда просто уходят технологии поэтому если вы будете следить вы многих ошибок можете избежать как анализировать проект да до этого мы сказали как их искать как их анализировать но такой опять же матричный подход где будут останавливаться взаимопоговорения здесь основные группы тем на которые нужно ответить для того чтобы анализировать проект и вопросы на которые нужно ответить для того чтобы разобрать проект по косточкам со всех сторон что читать есть очень хорошие книги рекомендую кто не читал все возможности прочитать теперь переходим к такой более практической части примеров организации работы с инновацией первую компанию здесь мы выбрали Анна Америка очень известная южноафриканская компания столитная история владеет существенной долей Депирс изучал их материалы стратегии и обратил внимание что у них появилась такая тема как precision in mining то есть точность в майнинге несколько лет назад когда они стали говорить не просто о каких-то абстрактных вещах а о том что они соответственно хотят получать очень точный баланс металлов на всех стадиях и вот это их сподвигло думать о том что же можно надеть новое ну а также вторая причина которая может быть подвигать дальше это проблема с водой у них есть многие их производственные активы находятся в регионах где ограниченный доступ к воде и вот этот фактор составил их думать дальше здесь показано вылучение цепочки добавленной стоимости англо-американ и они говорят о том что они каждую из этих из этих элементов соответственно будут адресовать теми или иными техническими в первую очередь инновациями справа написано собрал здесь некоторые цитаты интервьюков менеджеров англо-американ с ответом на вопрос почему инновация актуальна для горнорудной промышленности доступ к ресурсам работа с рудными делами выделения сложных и нужных компонент простой эффект масштаба по их словам перестает работать отрасль становится более точной и инновация необходима для устойчивого развития несколько кейсов если есть представители англо-американ в зале пожалуйста скажите что у вас происходит вот здесь несколько кейсов на следующем слайде по российским компаниям опять же если есть представители компании в зале то очень интересно будет послушать это непосредственно от вас нарезки ники северсталь нмк алроса лучшая практика это конечно северсталь где целый набор элементов есть корпоративный венчурный фонд есть акселератор для внешних проектов есть инкубатор есть партнерство с университетами смотрит шире не только на непосредственно технологии мани но интересен их опыт в HR проектах потому что они тоже видят перспективы для роста нарезки никель создал на самом деле по моему мнению достаточно близко у нас достаточно близко структура системы созданной модельского никеля рассматривают проекты недавно что они изучали это построение цифровых двойников такая очень интересная тема для плавильного цеха и еще один из проектов которым они занимались из самых недавних это определение короткого замыкания в процессе электролиз опять же применяли для этого методомашинного включения НМК создал достаточно интересный центр машинного обучения причем там работает часть выходцев из сбербанка то есть из банковской технологии из банковского сектора достаточно интересная структура которая работает с тем что там там хорошо с данными грубо говоря и поэтому они могут строить для себя достаточно продвинутые методы а лороса буквально недавно они спустили акселератор и несколько проектов которые попали в акселератор проектов гидрохрома обращение кемберлита проекты рентгена для алмазов проекты скважины гидродобычи и еще пара проектов это супер конденсаторы что интересно связано с хранением энергии и машинное зрение для анализа минералов то есть как видно все так или иначе двигаются может быть чуть-чуть разными путями но создают у себя внутренние структуры работают с открытыми инновациями все эти компании и собственно говоря в этом и состоят лучшие практики теперь у нас начинается зона нашего интерактивного опроса так тут насколько я понял можно поменять слайд у нас будет три вопроса на которые предлагаем вам ответить через приложение ну надеюсь на секцию инноваций приложение все загружено да у кого загружено приложение если у кого не загружено приложение так у большинства приложение не загружено да вопрос да ну можем как бы испытать систему да значит но первый наш вопрос работает можем и поднятием рук так сказать у остальных уточните работает то есть первый вопрос работает ли ваша компания с открытыми инновациями открытые инновации это опять же как я сказал восприимчивость к новым внешним проектам давайте у кого нет приложения поднимем руку если если вы или ваша компания работает система мы поняли есть ли такие люди в зале так хорошо где-то человек 5-6 а кто не работает с открытыми инновациями но так сказать хотел бы хорошо но мы предполагаем давайте перейдем к следующему вопросу все таки система открытых инноваций извините а куда входить вопрос в этом так к организации мастер-класс ERG в приложении то есть необходимо войти в приложение да то есть в расписании да опросы опросы да здесь главный экран центр цепь да у нас уже на самом деле голосуют уже люди по второму вопросу то есть как минимум 6 человек уже разобрались куда заходить ну система новая может быть там будут какие-то проблемы так сказать это нормально второй наш вопрос есть ли в структуре вашей компании выделено подразделение которое занимается стартапами как оказалось у двух представителей есть ну очень интересно на самом деле послушать как у вас это сделано давайте если можно после сессии познакомимся обменяемся опытом визитками контактами было бы интересно мы тоже как дальше скажем интересуемся стартапами готовы смотреть на то что происходит с народом давайте к третьему вопросу передам есть есть ли у вашей компании внедренные проекты с применением искусства интеллекта или какие-то большие будет сессии вопросов и ответов там можно будет высказаться те люди которые ответили да на эти вопросы очень интересный ваш опыт пожалуйста поднимите руку расскажите как у вас это происходит будет очень интересно с вашего позволения я продолжу Александр рассказал о том какие бывают инновации какие бывают подходы к работе с ними что это такое я постараюсь сейчас показать на примере нашего центра как мы с этим работаем что у нас получилось где у вас есть какие-то любые предложения о том как это можно улучшить как можно изменить или как это сделать более эффективно мы готовы к общению или через положение или в живую пожалуйста сначала небольшая информация о том что мы себя представляем то есть наш центр был в словном в двенадцатом году в формале как его лицо работать начало чуть позже у нас первые сотрудники появились ближе можно считать в тринадцатом году и с тех пор что мы себя представляли мы достаточно долго искали формат но изначально мы не сомневались с нашими конечными целями и для чего вообще мы создаемся то есть если говорить коротко то мы хотим трансформировать те идеи которые у нас есть мы хотим трансформировать в некие проекты не работают а проекты которые направлены на создание дополнительной стоимости на синергию с бизнесом и фокусируемся в тех основных направлениях которые видите на слайде это повышение качества и добавленной стоимости продукции это совершенствование различных технологий поскольку мы горная компания то естественно нам интересно посмотреть на то что еще можно извлечь от нашего сырья кроме основного компонента потому что очень часто это не секрет когда компания перерабатывает какую-то руду для отходов на побочных продуктах потому что наш анализ так вот показывает что зачастую анонимов будет интересны даже как самостоятельные продукты ну естественно поскольку мы находимся в быстро меняющейся мире мы заинтересованы в направлении реализации проекта направленной на устойчивое развитие как ответственная компания которая стремится двигаться в будущем мы смотрим за тем чтобы как можно меньше экологический реализм был от наших проектов если наши какие-то текущие технологии достаточно сложные стремимся снизить нам возможные экологические последствия ну и современные цифровые технологии это действительно большие данные без них никуда мы стремимся искать все возможные пути для того чтобы внедрять либо технологии либо элементы какие-то технологии в общем-то вместе с Казахстаном есть проект на УСК РИА-4 наверное все вам услышали что мы себя представляем с точки зрения структуры НИЦ представлен двумя департаментами я являюсь руководителем департамента НЕОКО который отвечает за нужные стендерские разработки Александра это соответственно руководитель департамента управления инновациями как можно понять из наших презентаций кто у нас работает у нас достаточно большой коллектив это десятки человек которые распределены между этими направлениями то есть у нас есть менеджеры по направлениям то есть это горное отдело обогащение пиро-мекология энергетика есть лаборатории на предприятиях соответственно сфокусированные в тех или иных направлениях в лабораториях тоже наши сотрудники достаточно тесно взаимодействуют с предприятиями группы и мы работаем вместе с предприятиями на их территории и хорошо понимаем проблемы наших предприятий и совместная работа мы считаем что это приносит очень много пользы мы не стремимся отраваться от предприятий создать какое-то отдельное подразделение которое где-то находилось за исключением головного офиса в Астане наш департамент отвечает за что? здесь вот видно за новые технологические идеи за совершенствование производства за участие в разработке стратегии с точки зрения, прежде всего, технологии за управление программой йогур потому что невозможно развиваться стратегически не понимая какие нужны для этого инновации какие нужны новые проекты как эти проекты приоритизировать так как правило выполнить мы отвечаем за проведение полного комплекса исследований по тем направлениям, которые здесь перечислены но, естественно, поскольку мы работаем в формате открытом мы не можем иметь полностью всю компетенцию по всем областям поэтому мы нацелены на сотрудничество со всеми ним второй департамент это департамент управления инноваций который... можно себе представить здесь немножечко другая структура если в департаменте НЕОПР мы больше фокусированы по направлениям группы то здесь маточная структура у нас и департамент управления инноваций больше ориентированы на техниках то есть руководители проектов и аналитики как правило фокусированы на предприятиях есть, например, аналитик, который отвечает за работу ССГО есть аналитик, который отвечает за работу Кострома, ЕЭК и так далее в обязанности аналитиков входит мониторинг общих трендов разработка и реализация стратегии инноваций в целом поиск каких-то технологических идей и технологический каутинг разработка бизнес-кейсов и упаковка наших этих идей в формат проекта это тоже очень важно чтобы это было именно формат конечных проектов, который имел свою финансово-экономическую оценку исходя из этой оценки чтобы было правильное выстраивание приоритетов, правильное планирование и естественно тоже вопрос управления проектом который больше у аналитиков и они же в общем-то формируют вот ту готовую продукцию, которую мы генерируем те финальные решения которые готовы к промышленному внедрению получается такая достаточно сложная структура во взаимодействии но мы считаем, что это на данный момент более эффективное которое позволяет работать наиболее быстро полно и ничего не терять ни с точки зрения различных направлений ни с точки зрения различных предприятий потому что фокус должен быть там и там ну если суммировать все то, о чем рассказал Александр то мы видим, что работа наша строится вот из нескольких стадий мы постарались изобразить на слайде условно мы выделили их 6 то есть первая стадия когда мы определяем некую проблему или некую возможность которая позволяет нам что-то улучшить или что-то решить потом идет генерация идеи которая могла бы решить эту проблему или там как использовать возможность но это просто идея которая пока так сказать относится в воздухе дальше мы разрабатываем эту идею смотрим есть ли что-то такое в мире есть ли что-то у конкурентов есть ли какие-то публикации на эту тему какие-то разработки если есть тогда мы смотрим подбираем какие-то решения желательно чтобы они были готовы потому что мы хотим как можно быстрее их внедрить если нет то мы можем и идея интересная мы можем начинать разрабатывать технологию сами с помощью наших партнеров имея готовую технологию проводим испытания если необходимо масштабируем это от лабораторной стадии какие-то пилотные полупромышленные испытания и если все хорошо то мы передаем на внедрение это как бы одна часть работы которую мы выполняем в эти шесть стадий параллельно все это время начиная с момента появления проблем или возможностей мы ведем еще несколько работ которые не сегментированы на стадии которые постоянно контролируют нас это разработка бизнес-кейсов то есть для чего мы это все делаем в каком ключе бизнесу надо что за то он может получить и что ему требуется это непрерывный финансово-экономический анализ на каждой стадии по сути дела как только мы получили некую проблему да или возможность мы смотрим что это в деньгах обязательно делается такой достаточно быстрый анализ потом по мере уточнение идеи происходит опять же переоценка раз когда определена технология чуть более литаризированная идет вторая переоценка потом когда эти технологии получены какие-то прикладные уже результаты по лаборатории по промышленной третья оценка когда пилотирование завершено у нас есть понимание что это за проект еще одна переоценка и здесь уже когда мы перейдем на промышленную реализацию мы считаем что это может быть доведено до достаточно высокого уровня оценки ну если кто знаком методологии которая пользуется это не только это стадия мы можем доводить проект до этой стадии и все время мы смотрим на целесообразность дальнейшей реализации проекта как меняется рыночная ситуация как меняется внутренняя ситуация что происходит задвигаться дальше и как бы вот эти вот процессы идут параллельно но здесь если можно выделить здесь по сути дела идет постоянное обновление в момент передачи на промышленное обведение был нормальный проект упакованный так как это нужно бизнесу для того чтобы этот проект можно было начинать и теперь чтобы было чуть-чуть проще в качестве которых мы выбрали два наших проектов которые мы сейчас реализуем первый проект который мы делаем для согласно срабатывающего угодно производственного объединения здесь на слайде некая краткая информация что мы до 45 миллионов не ниже мировых тем не менее как мы видим общий тренд он характерен для для если если мы переведем энергетический в 1 миллион британский единиц стоимость нефти зеленая стоимость газ всегда дешевле либо сопоставимо с топливом при этом как мы все знаем есть дизельное топливо летнее есть дизельное топливо зимнее нельзя применять зимнее летнее топливо зимой там есть масса проблем цена на это топливо высока и в принципе мы видим что те резервы по экономике стоплива всевозможные системы контроля учета смешение различных присадки более экономичных двигателей они достаточно сложно уже реализуются потому что большая часть возможностей уже реализована и движение по этому пути достаточно медленно поэтому мы сгенерировать такую идею посмотреть можно ли за счет более дешевого природного газа значительно или существенно снизить те затраты которые мы несем на топливо что для этого мы посмотрели мы посмотрели сразу несколько вещей на которых мы договорились первое для чего мы на стадии генерации договорились для того что мы не будем менять конструкцию двигателя ключевой особенностью что у нас двигатель внутреннего возгорания остается тем же самым мы устанавливаем дополнительное навесное оборудование которое позволяет работать на двух видах топлива одновременно как правило полный перевод на газ требует достаточно серьезного вмешательства двигателя и мы считаем что это пока достаточно рискованно поэтому мы хотим работать по такому смешанному газоводительному циклу без вмешательства глубокого конструкции но тем не менее если мы хотим работать таким способом нам нужно установить определенные емкости для хранения этого газа и обеспечить определенную инфраструктуру причем опять таки из расчета емкости бака мы понимаем что сжатый природный газ который часто используют здесь в транспорт или походу не очень подходит для наших целей больше подходит сжиженный природный газ или каланджи как его сейчас называют то новое направление которое сейчас достаточно успешно развивается сделали первичную оценку проекта посмотрели что при каких условиях какие соотношения на топливо может быть устойчив мы видим что проект потенциально интересный дальше мы посмотрели есть ли какие то технологии на рынке для того чтобы можно было переводить карьерную технику на этот режим природный газ выяснилось что в общем то это достаточно новое направление поэтому нам пришлось практически разбирать этот проект по составляющим и смотреть все элементы технологии кто может поставлять газ если на рынке Казахстана или России как его приводить сжиженный как его хранить как его доставлять кто может разрабатывать вот такие газодизельные системы работающие в смешанном цикле для всех основных видов техники применяемых на наших активах в основном делах три разные производители три разные типы двигателей здесь достаточно сложный проект тем не и есть используя природный газ то в Казахстане такого опыта нету соответственно нет нормативной базы тут достаточно много подводных камней но тем не менее на основе опыта выполнения энергичных проектов в России мы видим что можно делать это здесь в Казахстане соответственно результатом попора или стадии разработки технологии явилось требования которые мы сформировали которые нам нужны к этой технике что она себя должна представлять как оно все должно работать определены условия есть договоренность и с руководством и с реалитой что нам нужно на ход испытаний мы выбрали площадку и еще раз пересмотрели как бы потенциальные риски проекта и потенциальные возможности которые открываются в дальнейшем потому что мы не хотим замыкаться внутри себя а мы смотрим вообще на проект в целом и сейчас мы фактически подошли к четвертой стадии проекта это стадии испытаний то есть мы сейчас ведем переговоры по поводу того как нам переоборудовать один карьерный самосвал так условно схема как это все выглядит и провести его какую-то пилотную эксплуатацию на карьере для того чтобы мы еще раз уточнили уже технические показатели а по ним пересчитали экономические показатели потому что и литературные оценки и экспертные мнения достаточно широко расходятся сколько из топлива мы можем заместить природных газов как дальше будет двигаться цена здесь много и очевидных вещей тем не менее если посмотреть на эффект проекта он достаточно хорошие имеют показатели и мы считаем что в принципе мы сделали оценку там плюс-минус пятьдесят процентов от его конечной стоимости мы после того как мы проведем испытания мы будем принимать решение о том надо ли переводить его на пилотирование или передавать на внедрение здесь понятно что будет еще раз переоценена стоимость будет рассмотрена возможность пилотирования например на одном из наших предприятий на еще с ГИПО возможность дальше включить нам хорошее и если у нас все получится то мы понимаем что это достаточно большой шаг вперед для сей ГМК Казахстана и не только Казахстан если у нас получится создать хороший проект то мы готовы стать если не пионерами то одним из лидеров в этой области и передавать опыт коллегам почему нет вот такой вот проект который мы сейчас довели до стадии испытаний четвертой второй пример в другой области специально взят это проект который мы сейчас для Казхрома точнее для Данского ГОГОГО здесь у нас тоже есть такая проблема связанная с тем что мы одной из крупнейших предприятий по добыче и переработке хромогруды о том что у нас достаточно большие запасы запасы богатые ну и соответственно имея богатые запасы большую историю мы хотим производить как можно лучше товар понятно это приводит к тому что у нас есть достаточно большие потери к сожалению технологии обогащения которые используются на Данского ГОГОГ они развивались исторически то есть сначала было просто за большие дробления потом минимальное гравитационное обогащение потом по мере ухудшения качества переход на все более мелкие стадии дробления измельчения обогащения в итоге мы сейчас имеем достаточно много шлонов для того обогащения в которых содержание большого секрета нет оно превышает зачастую то содержание которое имеется в руде то есть если посмотреть на опыт коллег в Турции допустим у них средняя руда имеет там 15-17% хромного треяда считается хорошей рудой с которой можно работать у нас в хвостах содержание хрома такое же если не выше но к сожалению это очень тонкий материал здесь большая часть это микроники и там 60 микрон это такая полная граница там очень много класса минус 10 микрон минус 20 микрон которые практически не поддаются гравитационного обогащения на существующих но из-за того что у нас история достаточно большая мы уже находили этих шломов очень много и порядка 8 миллионов тонн плюс каждый год мы практически миллион еще добавляем к этим отходам все было бы ничего если бы где-то как-то перерабатывалось пока это все складывается а в мире такие руды в общем-то перерабатываются есть успешный опыт переработки достаточно тонких концентратов различные технологии обогащения разных концентратов и было бы этим не воспользоваться поэтому что у нас возникла за идея она достаточно простая то есть мы хотим создать либо отдельную новую какую-то фабрику либо там модернизированную существующую для того чтобы использовать максимально эффективную технологию для переработки именно бедных ну или там очень тонких материалов она бы подошла для всех типов хвостов накопленных которые могли бы переработать она бы наверно могла бы быть в той или иной степени технологии поименена на существующих обогдительных фабриках чтобы мы больше не выбрасываем такие богатые хвосты и в принципе она может быть использована почему нет для переработки бедных которые они сейчас не применяют но запасы достаточно большие в Казахстане и поскольку мировой опыт показывает что переработка такой уровень достаточно летабельна то в общем эта фабрика имеет более дальнюю перспективу поэтому идея интересная то же самое подпродила первичная оценка которую мы сделали для данного проекта все достаточно интересно и мы стали смотреть на технологию как мы стали смотреть мы стали смотреть что имеется на аналогичных проектах посмотрели какие используются технологии для обращения тонких классов не только хромовых ну и в общем-то выше на это три компании которые на наш взгляд в данном случае являются наиболее компетентными и наиболее интересными не за счет рекламы одна из компаний которая есть достаточно интересный окон которым мы посчитали правильным воспользоваться и третья компания которую мы сюда приобретели это компания имеющая достаточно большую экспертизу именно по части флотационного обогащения то чего у нас не было до этого мы работали с гравитацией здесь мы решили посмотреть что исходя от опыта обогащения лучший способ переработки тонких классов это все поиск новых элементов это флотация соответственно мы со всеми этими тремя компаниями провели ряд испытаний получены очень интересные результаты то есть каждая из этих компаний подтвердила свою достаточно высокую квалификацию и получила желаемые нами продукты причем все три способа которые нам были предложены они разные те кто имеет опыт предложили флотационную технологию позволяющую все достать те кто имеет опыт по флотации предложили флотационную технологию которая полностью позволяет все извлечь все вытащить технологии были получены разные поэтому что было сделано дальше на основании вот этих предложений от партёров мы посмотрели какое требуется оборудование примерно посчитали все три варианта оценили их и увидели еще одну как бы возможность это развитие этого способа а именно комбинации достаточно очевидно что то что можно взять самым выбирали интегрировали внутри своей компании те лучшие предложения которые были подрядчиками мы с ними и вот сейчас мы переходим практически уже на проведение пилотных испытаний по такой комбинированной схеме опять же сделанной наиболее эффективной с точки зрения карбакса с точки зрения обыкса технология она лучше чем все три технологии которые были предложены нам подрядчиками и безусловно улучшить той технологии которая у нас есть сейчас поэтому мы считаем что за эти технологии будущее и сейчас одновременно с переходом проекта на стадию для того чтобы улучшить эти показатели расчеты мы проводим пилотные испытания ну и мы считаем что поскольку здесь показатели достаточно не достаточно а замечательные поскольку это показатели проекта очень интересные мы практически уже передаем как готовый проект на реализацию мы упаковали в тот формат который необходим для того чтобы разработать всю необходимую проектную документацию в рамках FL2 и дальше запускать строительство мы надеемся что через ближайшие 2-3 года мы эту фабрику запустим как финальное уже готовое решение которое вышло из нашего научного центра по примерам все теперь мы что хотим мы продолжаем искать новые идеи новые технологии поэтому следующий знак который мы ищем он перечисляет те основные направления на которые мы сейчас в текущее время сфокусированы и если у вас есть что предложить по тем или иным направлениям мы с удовольствием готовы встречаться обсуждать рассказать рассказать то что у нас есть для того чтобы не повторять пройденного и если есть у кого-то новые идеи мы с удовольствием готовы их проверять тестировать искать какие-то новые решения и помимо того что мы работаем с проектами вот как Александр говорил нельзя замыкаться только на проектах нужно смотреть полностью на всех стадиях где мы можем внедрять какие-то инновации поэтому мы считаем что нам очень важно найти кадровый резерв как мы его назвали это не обязательно люди работающие в НИЦ поскольку наша численность достаточно ограниченная мы хотим оставаться небольшой сплоченной но эффективной командой пользующейся не только внутренней экспертизой а пользующейся широкой поддержкой со стороны бизнеса со стороны науки со стороны партнеров других компаний вот мы хотим сформировать такой резерв может быть слово кадровый здесь не очень правильно но мы хотим выявить как бы наилучшие таланты наилучших партнеров по различным направлениям которые нас интересуют вот здесь приведены примеры это горное дело угощение технологии энергетика экология мы заинтересованы в привлечении конечно людей работы в НИЦе у себя но мы готовы работать с экспертами мы создаем экспертов практиков с которыми мы хотим мы можем сотрудничать и по мере того как мы будем нарабатывать эту базу мы будем надеяться что мы будем полезны для всех и кроме того мы предлагаем возможность стажировки для студентов выпускников и соответственно что мы предлагаем коллегам вот здесь достаточно такой интересный на наш взгляд предложение мы предлагаем наступить технологии бизнеса и получить доступ в лучшую экспедицию в мире на этом все отлично спасибо